Доброго времени суток, друзья! После того, как здание бывшего ЦУМа отошло Акимато, кстати, эту сделку до сих пор никто не знает, сколько заплатили за здание ЦУМа, на каких условиях это все произошло, а бывший ресторан, итальянский, элитный, стал столовой. Сейчас мы посмотрим, что здесь внутри. Вот такой интерьер столовой. То есть интерьер сохранился от ресторана. Вот такая крутизна. Сейчас узнаем, насколько здесь вкусно и доступно. Интерьер здесь роскошный, а вот выбор блюд небольшой. Взял котлету и картофельное пюре с подливом. Такое блюдо обошлось в 950 тенге. В принципе, недорого. Вот он, какой интерьер этого бывшего ресторана Буи. Кстати, в свое время я очень много писал о различных кафе, ресторанах города, как под своей фамилией, именем, так и под псевдонимом. Потом, правда, в последнее время завязал. Почему? Потому что увлекся диетологией, нутрициологией и так далее. И они учат тому, что ты знаешь, кто готовит, как готовит и на чем готовит. И после этого я задумался. Как-то уже предпочитаю кушать дома. Но иногда нет, нет, вот хожу. Что вот на столе? Ну, на столе тут уксус, перец, соль. Удобные стульчики. Сейчас узнаем, насколько вкусно. Друзья, честно говоря, впечатления от этой столовой неоднозначны. Понравился только интерьер. А блюдо, ну так, на четверочку. Пюре еще хорошее. А котлета резиновая, как я говорил, она стоит 950 тенге. Это вот здесь уборный. И что еще смутило, много посуды лежит на столе. Говорят, что должны ее убирать, но никто не убирает. То есть персонал работает не так хорошо. И второй момент, на столах не было салфеток. То есть обычно даже в скромных столовых всегда есть салфетки. Либо ее дают на кассе, а здесь не было. Так что ходить сюда смысла как бы особо не вижу. Но просто если вы рядом работаете или проходили, то можно. Возможно и такой момент, что я подошел уже после обеда и все закончилось. И надо, наверное, приходить до часу.